В вашей программе, поскольку это ваша программа, и, собственно, неважно, кто это писал, вы предлагаете в качестве формы режима «В будущей прекрасной России» президентскую парламентскую республику. Значит, это попробовала Грузия, и это закончилось плохо. Достаточно было на место Саакашвили прийти в Анишвили, и с демократии там сильно поуменьшилось. Это попробовали на Украине, и закончилось это дважды плохо. И при всех декларациях... Это попробовали в США, и это все продолжается прекрасно уже несколько сот лет. Нет, в США не является президентской парламентской республикой. Это неправда. Потому что в США является президентской республикой, классической. А мы, кстати, не являемся суперпрезидентской республикой, как вы говорите. По конституции мы скопировали вариант Пятой республики Франции, где президент не является главой исполнительной власти, а является главой государства. Ну, ты и есть суперпрезидентская республика. Но, Женя, я хочу сказать, спасибо за этот вопрос, он важный, что вот эта такая практическая политология тут не имеет большого смысла. Вот по конституции мы скопировали что-то с Пятой президентской республикой Франции. По факту мы, я даже не знаю, что какая-то латиноамериканская, ну, не диктатура уже, но автократия. Белоруссия по бумагам это одно, на практике совсем другое. Советская конституция, как известно, была тоже весьма демократичная, а уголовно-процессуальный кодекс советский был весьма передовой и списан с лучших образцов. Это не имеет большого значения, самое главное, о чем мы говорим в программе, что полномочия президента должны быть урезаны и перераспределены в сторону парламента. А гарантией того, что вся эта система потом не сломается и не произойдет узурпация власти новым президентом, плохим Навальным, злым или еще кем-то, должна являться судебная система. Вот в Грузии ничего не получилось, потому что, к сожалению, не была проведена судебная система, и контроль за ней остался у президента. Ради таких декларируемых благих намерений, ну сейчас посадить коррупционеров, посадить плохих гаишников и так далее, но тем не менее они оставили судебную систему себе, поэтому, когда пришел другой президент, он с этой же судебной системой просто пересажал предыдущую власть. И вот это крайне важно, чтобы новый президент, Навальный, например, при хорошем развитии событий, отказался добровольно от судебной системы, что очень сильно затруднит ведение реформ, очень сильно затруднит практическую работу, потому что на судебную систему начнут влиять синевые образы, образно там олигархи, какие-то структуры и так далее. А ты отказался, да, ты не можешь никому звонить. Даже если ты поднял трубку и позвонил, тебя послали на том конце трубки. Вот это самое важное. Поэтому, исходя вот из практического опыта, исходя из многих бесед с различными людьми, и всегда есть спор, вы с этим не согласны, кто-то другой согласен. Но я считаю, что вот России сейчас нужна парламентская президентская республика с очень мощной независимой судебной системой, которая вот и создаст баланс. Украина пошла тоже по пути президентской парламентской республики. Давайте мы это проговорим. Вы прям как Путин, а хотите все время какую-то Украину привносить в нашу... Давайте мы это проговорим и скажем, что президентская парламентская республика. Это республика, при которой есть глава исполнительной власти, и есть законодатель, парламент, который может, значит, устроить импичмент в главе исполнительной власти и так далее. Самый яркий пример — это, конечно, Франция, которая, как мы знаем, революция французская последней была в 1830 году, которая прошла долгий и замечательный путь. Но больше такого успешного варианта нет. Украина попыталась это сделать. Мы видим, как Порошенко прекрасным образом через хребет ломает сейчас Раду. И мы видим главную причину, почему это не работает на Украине. И главная причина, одна из главных причин такого политического фейла реформ в России — попытки построить демократию олигархи. Олигархи. То, что они контролируют абсолютно все. На Украине в этом смысле они контролируют еще большую часть экономику. Они еще более коррумпированы, продажны и циничны, чем в России. Конечно, это важнейшая вещь, которая вносит такой существенный оттенок в эту нашу абстрактную политологию, которую мы обсуждаем. Она не абстрактная. Если вы посмотрите на 15 бывших республик Советского Союза, то вы видите, что три бывшие республики Прибалтики, Латвия, Литва, Эстония, пошли по парламентскому варианту, как абсолютно за исключением одного исключения, все страны Европы. А в 12, включая Россию, пошли по пути президентской республики. Или вариант, когда президент — глава государства. Ну, они же узурпировали власть не потому, что они пошли по этому пути, а потому что просто они контролировали судебную систему, они захватили СМИ и так далее, и так далее. Так в этом и смысл президентской власти. Она, победитель, получает все. Ровно поэтому в политическом разделе нашей программы мы с самого начала акцентируем внимание на том, что срок полномочий президента, его полномочия вообще должны быть делегированы в сторону парламента. Я не смогу, и нет у меня желания сажать Альбаса. А если я вдруг захвачу за то, что вы, Женя, какую-то Украину притащили в нашу беседу, захочу вас посадить за это, то я не смогу это делать, потому что честный суд вас оправдает, а мне будет объявлен импичмент за то, что я попытался посадить незавиновного человека. Вот и все. Так оно должно работать. И так оно будет работать в нормальной стране. Ну, в общем, я просто, вот я говорю, я хочу четко понимать ваши взгляды. Значит, все-таки вы являетесь сторонником президентской системы. Президентско-парламентской. Я считаю, что на этом этапе развития России, но вот мы же, опять же, не обсуждаем абстрактно, мы обсуждаем, что делать на следующий день. Так говорили на Украине. А вот сейчас Саакашвили бегает по улицам, как говорит мне то же самое Владимир Владимирович Путин. Что вы с этой Украиной носитесь? Есть много других примеров. Мы говорим о том, что есть в России сейчас конкретная ситуация, как ее нужно решать. И я говорю, что решать нужно начать с того, чтобы сократить полномочия президента кардинальным образом. А вы не хотите слышать этого, но вцепились в какую-то бумажку, где написано президентско-парламентская или парламентская-президентская. И вокруг этого идут какие-то дебаты. Не хочу приводить никаких примеров, потому что это все абстрактная политология, Женя. Любой пример может быть истолкован и с этой стороны, и с той стороны. Это все жонглирование, географии и какими-то учебниками истории. И здесь никакой правды нет. Я говорю про реальность, которая объективно существует, и как ее нужно изменить в лучшую сторону. — Окей. Но если рациональный избиратель читает программы, а вы знаете, те товары, которые вы предлагаете мне избирателю, я это не куплю. — Когда вы позвали меня на программу, я предполагал, что здесь все-таки будет определенный уровень моей личной безопасности. А вы сейчас хотите, чтобы я умер от смеха, когда вы говорите, что какие-то избиратели в большом количестве читают. Никто не читает вот этих разделов программы. Мы их пишем. У нас программа самая лучшая. Но людям вот эти вот какие-то минимальные, все эти игры слов, они неинтересны совершенно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...